Добрый день! Сегодня у нас головоломка под названием Transformers Cube. Производитель компании Phanxin. Есть и от других производителей подобная головоломка. На коробочке выглядит достаточно устрашающе перемешанный вид. Здесь сразу видно, что это для людей старше 3 лет. И видим одноцветные элементы внутри. 3х3, Cube, Transformers Cube. Этикетка от Озона. Уровень сложности 3 из 5. Поскольку отгружена из России, внизу этикетка «Зеркальный кубик трансформера». Название. Он для детей старше 3 лет. И прочие всякие данные. В коробочке мы видим еще цветную версию. Мы их достанем. Инструкции не завезли. Коробочка именно Phanxin, не подделка. И что мы видим? Это зеркальный Аксис. Куб. Ну или одноцветный Аксис Куб. Это не самая популярная головоломка. Но в последнее время меня часто спрашивают, как же она собирается. У меня есть обучающее видео по стандартной версии Аксиса. И даже в комментариях под ним часто спрашивали, смогу ли я собрать зеркальную версию по этой обучалке. Я говорю, ну да, наверное, должна быть легче. Опять же, я видел много вопросов, и у людей что-то не получалось. И тогда я решил присмотреться. Что же здесь такого особенного? Ну и попался мне сразу на глаза одноцветный угол. Соответственно, возможен псевдопаритет с ориентацией одного угла. Ну, это в принципе не сложно. Но присмотревшись еще, можно догадаться, что здесь есть одинаковые ребра. А раз есть одинаковые ребра, то возможен еще псевдопаритет с разворотом центра на 90 градусов. А это уже поинтересней. Поэтому я решил приобрести данный Аксис зеркальный. И столкнулся сразу с трудностями. Далеко не везде он был. Причем даже в китайских магазинах. Но как-то случайно на Азоне не удалось его найти. И на следующий день мне его привезли. Это не реклама Азона. Просто если вдруг кто-то будет искать подобное, то там есть. Также есть и в некоторых российских магазинах. Я позже это тоже обнаружил. Но на Азоне их много и достаточно недорого. Мне он достался меньше 300 рублей вместе с доставкой. Причем половину от этой суммы я оплатил бонусами. Спасибо от Сбербанка. Ну да, наверное, удобно. Но давайте ближе к сути. Всем известен MirrorCube. Обычный зеркальный кубик. Чаще он называется MirrorBlocks. И соответственно это есть ShapeMont обмычного кубика 3х3. И отличается он тем, что у него элементы одного цвета и разной формы. Также есть FisherCube и его зеркальная версия. Здесь опять же элементы одного цвета и получаются разные формы. То есть слои разной толщины. И то же самое есть с мельницей. Обычный Windmill. Зеркальный. И тоже здесь слои разной толщины. По идее, ко всему вот этому набору не хватало именно зеркального аксиса. Но как в нем сделать своей разной толщины? Наверное никак. Кроме того, это не так легко, как на остальных головоломках. На самых простых ShapeMod. Поэтому я как-то особо и не задумывался, что это может быть даже, наверное, сложнее обычного аксиса. Из-за псевдопаритетов. Но просто сделать аксис одноцветным, это значит его уже достаточно сильно изменить. Не совсем очевидна для меня была вещь. Но теперь вот держа его в руках, это становится понятно. Давайте перемешаем и, соответственно, оценим, что это за головоломка и что с ней делать. Вращается версия от Фанксина. Ну, посредственно, но вполне удовлетворительно. Ну, аксис он сам по себе не для скоростной сборки. Есть версия такого одноцветного аксиса и от других брендов. Ну, мне почему-то первый попался от Фанксина. Ну, не первый, а самый дешевый. Что он? По идее-то... Сейчас я его соберу несколько раз, сделаю обучающее видео и, в принципе, все. Почему этот кубик мне казался проще обычного аксиса? Ну, потому что здесь полно одинаковых элементов. И при сборке первых двух слоев все действительно находится гораздо быстрее. Давайте, наверное, соберем. Здесь все центры одинаковые, поэтому неважно, с какого начинать. Можно поискать, где хотя бы одно ребро стоит. Вот здесь стоит. Мы видим, что центр имеет стороны покороче и подлиннее. К сторонам подлиннее, очевидно, нужны вот такие вот двухсторонние ребра. На цветном аксисе они были бы двухцветные. Ну, а к сторонам покороче нужны вот такие вот ребра с одной наклейкой. Ну, и, соответственно, давайте их попробуем поставить. Чем здесь удобно? Один элемент не подошел. Рядом есть другой такой же. И быстрее его можно поставить. Ну, и, соответственно... Так, это не то ребро, а вот это то. Да, здесь одноцветная версия гораздо проще. Вот мы собрали крест. Он пока неправильный. Вот здесь два центра стоят правильно. И нужно вот эти два еще развернуть. Делаем это достаточно просто. Так. Один центр развернули. И еще вот этот. Так, кто у нас тут был? Короткое ребро. Отдвигаем в сторону. Так. И ставим на место. Ну, а теперь получается крест правильный. Не знаю, хорошо ли видно это на камере. Все, наверное, бликует. Но мы собрали крест. Теперь нужно собрать уголь. И, соответственно, второй слой. Уголок. Вот такой трехгранный угол. На первый слой будет один. Поэтому, не задумываясь, его ставим. Дальше. Этот угол стоит на месте. Любой вот такой острый уголок. Их таких еще три. На первом слое загоняем сюда. Так, чтобы он стал по форме. Ну, пиф-пафами. Так. И можно вот этот таким образом поставить. И вот первый слой собрали. И, да, это действительно быстрее, чем на цветном. Дальше собираем второй. Здесь у нас два типа ребер. Трапеции и двугранные. Соответственно, вот сюда нужно двугранное ребро. Так, проверить. Ну, как обычно, подводим к центру. Опускаем. Встало плохо. Значит, не оно. Есть у нас еще такое. Есть. Это тоже плохо встало. То есть, оба вот этих на это место не пойдут. Значит, пойдут на соседние. Ну, на второй такой же. Да, вот сюда хорошо подходит. Поэтому ставим все алгоритмы из метод для начинающих. Здесь вполне работают. Главное, не использовать ромашки-лесенки, которые разворачивают центры. Так, в итоге, вот у нас первый слой. Стоит одно ребро такое, одно такое. И нужно еще два сюда поставить. Поставим сюда трапецию. Ну, видим, что трапеция должна вот так стоять. Поэтому, если подведем, она встанет хорошо. Устанавливаем. Так. То есть, пока вся сборка не отличается от цветной версии. Только проще искать элементы. Так. Это ребро подойдет. И вот у нас собрано два слоя. Дальше нужно определиться, правильно ли ориентированные у нас ребра третьего слоя. Для этого мы можем подводить элементы к их местам. То есть, вот здесь длинная часть центра. Сюда должен подходить длинный элемент. Если была бы цветная версия, здесь по цветам, конечно, можно было определить. Смотрим. Вот этот подошел сюда. Этот должен подойти к вот этому. И он подходит. То есть, они могут стоять не на своих местах, но ориентация их должна быть правильная. Вот этот подходит сюда. И вот этот элемент подходит вот сюда. То есть, два длинных ребра ориентированы правильно. Соответственно, два коротких должны подходить к двум оставшимся центрам. То есть, вот эти два уже заняты. Одно подошло сюда. И второе тогда должно подойти не сюда. А вот сюда должно подойти второе. И мы видим, что оно не подошло. А это значит, что оно неправильно ориентировано. Но поскольку вот эти ребра симметричны, они по-любому подошли бы к своим центрам, то мы можем развернуть вот это, которое неправильно ориентировано, и какое-то из них. Давайте еще раз проверим. Это на месте. Это на месте. Вот это на месте. По идее-то, это тоже сюда подходит. Но одно из этих трапециевидных ребер должно подходить к этому центру. И оно не подошло. Ну и давайте развернем вот эти два. Предполагаем, что вот эти ориентированы правильно. И делаем, в данном случае, галку. Через обратный пиф-паф. Так. Ну и теперь проверяем. Так. Вот они. Два вот этих ориентированы правильно. И вот эти два тоже. И это все хорошо. И... А, здесь похоже, центр развернут на 180 градусов, а эти уже стоят на своих местах. Ну, для этого случая есть несколько вариантов решения. Ну, один из них сделать рыбку, движение У, и еще раз рыбку. Рыбка правая. Или сделать РУ, Р'У пять раз. Да, важно, что центр развернут именно на 180 градусов. Был бы на 90, была бы ситуация другая. Давайте мы решение вот этого посмотрим. К примеру, РУ, Р'У. Один раз. И повторяем еще второй, третий, четвертый, пятый. Вот у нас развернулся центр. Причем этот алгоритм разворачивает только центр. То есть углы, в какой ориентации были, на каких местах они были, там и останутся. То есть это можно было делать в самом конце. Но, возможно, еще вот такая вот ситуация, когда два ребра стоят правильно и хорошо подходят к центру, а два нужно поменять местами. Причем, если мы будем пробовать менять местами два вот этих элемента алгоритмом PLL, то мы развернем центр. Соответственно, если мы сейчас будем переставлять рыбками, ну, правая рыбка, если оставлять правильное ребро перед собой, будет перемещать против часовой стрелки то, что мы получим. Вот, теперь переместим. То есть, опять же, будут стоять два элемента правильно и два нужно поменять местами. Ну, тут многие скажут, что можно взять таким образом справа и сзади правильно стоящие элементы и сделать тоже правую рыбку. Если мы это сделаем, то мы получим, что относительно друг друга ребра стоят хорошо, но центр развернут на 90 градусов. Поскольку здесь нет других каких-то центров, которые симметричны и тоже могли бы развернуться на 90 градусов, то мы получаем псевдопаритет. Поворот одного центра на 90 градусов на кубике 3х3 невозможен. Также здесь какие-то одинаковые элементы нужно поменять местами, а именно, ну, к примеру, вот это ребро и, ну, либо это, либо это, какой-то из них. То есть, если их поменять местами, то, соответственно, такая проблема решится. Ну, давайте это попробуем сделать. Сначала проверим, какой из них, вот это, с этим заменим. Все подходит, да. Поясню, почему надо проверить. Потому что, если мы возьмем вот это на вид одинаковое и подведем сюда, то оно будет не совпадать с центром. Поэтому брать нужно именно вот это. Вот это будем менять с этим. Здесь способов очень много. Ну, покажу самый примитивный. Отведем ребро, которое поставим сюда, назад. Поднимем ребро, которое будем менять, заменим и опустим. Тут какой-то угол может у нас встать на место, но какой-то нужно доставить. Вот у нас были вот эти углы. И, соответственно, вот этот уголок должен был встать сюда, а вот этот уголок вот сюда. Ну, здесь какой-то стоит, поэтому мы подвернем вот так. И чтобы не нарушить вот это ребро, мы просто сделаем три пиф-пафа. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. Если бы сюда уголок какой-то случайно не встал, мы бы подвернули вот этот и тоже сделали бы три пиф-паф. Ну, давайте сделаем, чтобы было все прям по-честному. То есть, вот этот, он встанет сюда. Здесь просто случайно совпало, что он точно такой же и в том же положении уголок встал. Сделаем три пиф-пафа. Вот. Все у нас восстановилось. Подобное решение я придумал еще, когда разбирался с псевдопаритетами на яйце. Очень интересное. На самом деле, модификация 3х3. Включает в себя три вида псевдопаритетов. Очень хорошо. Хотя на вид простой. Так, ну и дальше проверяем, что у нас получилось. У нас ни одно ребро не стоит на месте. Сделаем рыбку. Что у нас получилось? Какое-то одно встало на место. Так. Ну, нужно почтовой стрелки. Поэтому я делаю левую рыбку. Ну, здесь, в принципе, можно было уже любыми способами расставлять по местам эти ребра. Ребра на местах. Осталось переставить углы. Но на самом деле важно поставить только вот этот большой треугольный угол на свое место. Потому что три вот этих угла одинаковые. Ну, и сейчас я покажу второй псевдопаритет, который здесь возможен. То есть, если у вас углы не встали на место, вы любым треугольником углов перемещаете уголок. Главное, чтобы вот этот встал на свое место. Эти все три одинаковые. Соответственно, остается их развернуть. Опять же, развернуть можно любыми пиф-пафами, как вы привыкли. И я покажу, как у меня в методе для начинающих. То есть, мы берем этот верхний слой с левой стороны. И пиф-пафами разворачиваем поочередно каждый угол. Берем так, чтобы верхний и левый слой захватывали нужный уголок, который нужно развернуть. Вот этот. Ну, и, соответственно, делаем по два пиф-пафа. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Смотрим, уголок стоит криво, делаем еще два. Уголок стал ровный. Ну, соответственно, подворачиваем следующий. Делаем опять сначала два пиф-пафа, а потом еще два. Двух пиф-паф оказалось мало, делаем еще. Так, встал хорошо. Дворачиваем третий уголок. Пока криво, делаем еще. Какофонии мелькающих наклеек, бликов и прочего, конечно, слегка дезориентирует, но зеркальный аксесс-куб собран. Здесь у нас псевдопаритета углового не случилось, поэтому я ее сейчас смоделирую. И вот эта ситуация, которую я встречал уже не раз в спидкуберских пабликах, где нужно развернуть лишь один уголок. Причем эта ситуация, она достаточно понятна. Развернуть нужно этот угол и еще один вот этот. Неопытные сборщики пытаются развернуть один этот уголок, получают размешанный куб, ну и не догадываются задействовать еще вот этот. Его ориентация не важна, поэтому можно вращать как угодно. То есть, что мы делаем? Если встречаем ситуацию, что нужно развернуть один уголок, мы опять же располагаем в положении для пиф-пафов, для разворота. Верхняя грань задействует и левая грань. Желательно, чтобы поблизости был вот этот трехгранный угол, но не обязательно. То есть, делаем мы два либо четыре пиф-пафа на этом уголке. Раз пиф-паф, два пиф-паф. Смотрим, угол на место не встал. Делаем еще два. Видим, уголок ориентирован правильно. И дальше на его место подворачиваем вот этот трехгранный. Подводим его вот сюда. И, соответственно, доделываем количество пиф-пафов, необходимое до шести. То есть, если там сделали четыре, делаем еще два. Если там было два, делаем еще четыре, чтобы в сумме было шесть. То есть, в данном случае остается сделать два пиф-пафа. И все. И вот эта вот вещь решается. Пока я не встретил здесь больше никаких сложностей. Если вы о них знаете, напишите. Ну, конечно, я перед тем, как буду делать полноценную обучалку, еще его покручу. Может быть, что-то найду. Вот это первое, что бросилось в глаза. В принципе, именно изменение цвета наклеек сделало эту гололомку немного интересней. Потому что обычный аксессон, да, на вид пугающий. Но собирается все-таки банально. Здесь ни одного псевдоприотета нет. Здесь же их есть как минимум два. Причем один, опять же, простой. Развернуть угол. И один вот с заменой ребра чуть-чуть поинтереснее. Наверняка есть какие-то другие способы решения этой головоломки. Ну вот, я пока решаю так. Посмотрим, в будущем может что-то поменяется. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok